друзья вот этот путь мне предстоит преодолеть следующие 5 секунд надеюсь вы со мной и мы начинаем 1 2 3 что-то не скользит моя задница я надеюсь записывая это видео то что мое имя и фамилия достаточно созвучны для того чтобы звучать на радио море fm но если вы так не читаете я как и любой другой коренной одессит с пропиской из-под одессы готов взять псевдоним более есть у меня уже один вариант на принять это как всю свою сознательную жизнь я работал диджеем начало деятельность в далеком 2004 году в старших классах своей провинциальной школы закончил ее научился это делать по-настоящему и в итоге прошел путь от маленького дэвидом геттой забытого студенческого клуба где-то на молдаванке до помощника директора одного из самых больших заведений аркадии нашей 2014 году моя жизнь сделала крутой разворот вы сейчас только не подумайте ничего плохого я не был политиком и никто из моих родственников в ростов-на-дону на тот момент не переезжал просто мне предложили попробовать себя качестве диджея на американском круизном лайнере и вот с тех пор я то и дело занимаюсь развлечением престарелых пассажиров на семи морях возвращаясь к сути вопроса я должен вам честно признаться что никогда не видел себя ведущим на радио туда возвращался этой профессией но себя не представлял в этой роли но со временем слушая просто радио до сих пор грешу виноват начал ловить себя на мысли видя что там происходит после увольнения паши козлова и думаю почему бы и нет чем я хуже то собственно hero m кстати как вы уже наверное догадались я говорю по-английски знаю французский чтобы чуть украинскую мову и родным считаю русский язык поэтому имея меня в команде вот сейчас надеюсь шаргородская прищурила глаза и хитро улыбнулась у вас будет бэкап на случай если у нас в украине вот и не только на русский язык и на украинский со временем так как мы идем непонятно то ли грузию то ли в европу будем с вами вещать на французском и английском языках еще одно признание я не возлагаю на это видео супер больших надежд скорее спортивный интерес но слышал много теорий о том что все самые большие важные жизненные изменения начинаются вот именно с таких ощущений вы можете выбрать кого-то другого конечно но задумайтесь на секундочку у кого еще может быть ведущий который побывал в более 50 стран нашего мира и записал первый репортаж для радио море fm на антарктическом полуострове еще раз повторюсь меня зовут каваленко denis я вам желаю хорошего времени суток и ложусь спать с надеждой услышать фидбэк с вашей стороны пока пока до новых встреч